Первые пассажиры заходят в один из шести новых вагонов, которые появились на пригородном направлении из Барнаула. Здесь есть все удобства. Множество розеток, чтобы подзарядить телефон, информационное табло, современные биотуалеты, лампы для обеззараживания воздуха и даже климат-контроль. Хорошо, что кондиционеры есть. Не жарко ничего, конечно. Духота была, особенно когда полки опускают, вторые вообще дышать нечем было. А сейчас все нормально. Еще и зимой не будет холодно. Отчасти благодаря новым дверям, которые лучше сдерживают тепло. Так что теперь проводникам нужно в три раза меньше усилий, чтобы поддерживать нужную температуру внутри. Вагоны планируют распределить по разным направлениям. На Славгород, Рубцовск и по два вагона на Ребриху и Олейск. Эти вагоны, они очень знамчивые, потому что мы закрываем те бреши, где ходили старые вагоны на пригородных маршрутах. Это у нас и Биско направлено до Общинникова. Там три поезда. Это Олейск, Ребрихо полностью. Все направления садоводческие. Не скорые, а скорые мы давно уже перевели на новые вагоны. До конца года планируется поступление еще нескольких новых вагонов. Часть из них на праздники планируют включать в составы скорых пригородных поездов. Все ради удобства пассажиров. Даже время в пути сократили. Практически на 46 минут в этом году ускорили все пригородные поезда в сутках. Мы пересматриваем время следования в пути, меняем расписание грузовых и пассажирских и пригородных поездов, оптимизируем в этом вопросе. И за счет этого ускоряемся. Обновление подвижного состава позволит сделать ежедневным поезд, который курсирует между Барнаулом и Славгородом. Однако обсуждение этого вопроса начнется, когда поступят дополнительные вагоны. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.